Ситуации на Ближнем Востоке мы поговорим с собственным корреспондентом CBC в Тель-Авиве Романом Янушевским. Роман, здравствуй, добрый вечер. Лидия, приветствую. Что ж, вот известно, что ракета попала в жилой дом в Тель-Авиве. Какое число пострадавших, известна ли цифра уже к этому времени, да и в целом были ли еще обстрелы израильских городов? Ну, если вы помните, в прошлый раз, когда я выходил в эфир, произошел прямо массированный обстрел всего центра Израиля. И незадолго до этого был обстрел юга. Сообщается о прямом попадании в Тель-Авиве, это картинки, которую мы только что видели. И еще одно прямое попадание в городе Ашкелон, который находится, ну, можно сказать, на линии фронта в 10-11 километрах от сектора Газа. И пока вот мы знаем только о трех пострадавших, но будем надеяться, что это количество не вырастет. Что характерно, после того, как в секторе Газа представители заявили о нехватке топлива, практически сразу же после этого пресс-секретарь израильской армии Даниэль Нагарий выступил с заявлением, и он представил запись на арабском языке, аудиозапись, запись разговора между представителями Хамасов, которые подтверждают, что не просто так в больницах Газа не хватает топлива, а то, что Хамас забирает у больницы это топливо. После чего пресс-секретарь армии обороны Израиля представил фотографии и кадры, доказывающие, что больница Шифа, которая находится в центре Газа, это, наверное, самая большая больница на территории сектора, то, что она используется фактически в качестве одного гигантского жилого щита Хамаса. Самый главный оперативный штаб Хамаса находится под этой больницей, даже были показаны фотографии, как он выглядит изнутри, в частности, кабинеты, из которого делаются официальные заявления лидеров Хамас с большим зеленым флагом на задней стене и различные другие доказательства. В принципе, как показывает практика, израильская армия не разбрасывается словами, если приводятся подобные доказательства. Это на самом деле те доказательства, которые израильская армия смогла получить. То есть в разных странах по-разному относятся к официальным источникам. В Израиле не всегда, но в большинстве случаев это достаточно достоверная информация, если мы говорим об этом. Буквально пару часов назад поступила информация о том, что Министерство здравоохранения дало указание четырем ведущим израильским больницам освободить специальные корпуса, ну или какую-то территорию для приема заложников израильтян из сектора газа. В частности, одно отдельное помещение будет подготовлено для детей. Там будут работать с ними врачи, специалисты-психологи и так далее. То есть фактически идет подготовка в Израиле к тому, что Хамас все-таки освободит этих заложников. Информация об этом муссируется уже несколько последних дней. Речь шла о 50 плюс-минус заложниках, преимущественно детях, женщинах и стариках, некоторым из которых понадобится однозначно медицинская помощь, потому что в момент их захвата они были ранены. И судя по тем роликам, которые сам Хамас опубликовал в начале октября, в день захвата и в последующие дни, мы видим, что часть заложников действительно пострадала или от разрыва гранаты, или от пулеметных очередей, или от автоматных очередей и так далее. В общем, ей точно понадобится медицинская помощь. Пока еще официально никто не объявлял о том, что подобное соглашение заключено. Будем ждать. Возможно, в следующий раз, когда я выйду в эфир, уже будут какие-то дополнительные сообщения на эту тему. Но пока еще нет. На северной границе у нас тоже очередное обострение. Там тоже очередной пограничный инцидент. Но в целом, вот такая военная рутина, рутина войны. То обстрелы ракетные, то провокации на границах, то еще что-то. Так что вот так пока и продолжаем. Лидия. Роман, а вот в целом, как реагирует сейчас мирное население на происходящее? Ну, понятно, что все люди разные. Есть люди более впечатлительные. Есть люди, которые спокойнее ко всему относятся. Но в целом, если походить по улицам израильских городов, то можно обратить внимание, что все-таки израильтяне привыкли к периодам таких обострений, когда звучат сигналы воздушной тревоги. Да, на момент воздушной тревоги все прячутся в убежище. Ну, или почти все. Но как только заканчивается сигнал тревоги, 10 минут люди ждут в соответствии с указаниями командования тыла. И затем жизнь продолжается. Возможно, на улицах видно меньше людей. Но можно предположить, что это связано также с тем, что основная масса туристов покинула страну. Естественно, мало кто из туристов наберется смелости отдыхать в стране, где в данный момент звучат сигналы воздушной тревоги. Часть израильтян также увезла свои семьи, своих детей из страны. Но с другой стороны, мы видим другой поток. Люди, которые находились или постоянно, или на время уезжали в другие страны, они стремятся приехать сюда, израильтяне, для того, чтобы принимать участие или в волонтерской деятельности. Ну, а кто резервист, те призываются и идут в армию в данный момент, потому что там они нужны. Большое спасибо, Роман. Спасибо, что подключался. Береги себя. А я напомню, что на прямой связи со студией был собственный корреспондент CBC в Тель-Авиве Роман Янушевский. Он рассказал о том, что происходит сейчас на Ближнем Востоке. Субтитры создавал DimaTorzok